первый раз это было наверно зима помню было в районе индустриального района я поехал первую вот эти наркотики взял руки ведь ночь уже их разложил ну через дня два мне уже деньги перечислили за них наркотики это даже я считал это деньгами они грязные как бы они того не стоили что эти легкие деньги это ты во первых свою жизнь убила родители и чужие купишь это уже со временем потом приходит сознание всего этого что вроде все это так и заманчиво и деньги и наркотики это круто на на самом деле это не круто воспитала мне мама одна мы занимался в кружке ходил в детстве конькобежный спорт боевой самбо вырос на обычной улице во дворе в барнауле у нас у меня друг мастер спорта по конькобежному в сборной россии сейчас я бросил потом со временем 12 лет а он дальше занимался не было время особо и школы и там заниматься и там поэтому пришлось бросить ну я на тройке учился в школе ну как бы мне нравилось учителя нравились некоторые не все конечно всех любимчиком не будешь после школы я пошел поступать в колледж получается в строительность чего поступил на каменщика сварщика потом поступил на повара-кондитера по баллам аттестата не прошел как мы маленький было балл аттестата не сказали на следующий год поступишь и заново подашь документы вот этот год получается я работал потом короче 2018 году фюрале начал заниматься зубы на руках энд легкие деньги заманили 18 лет 10 только денег мог мог 10 мог 20 тысяч мог 40 потому зависит как ты работаешь я понимал что ранее поздно то все кончится все это добром точно не закончится я не относился как это как работе какой-то это как прогулки вышел в город прогулялся и дома пришел особо ты не устаешь ничего не делаешь пробовать пробовал конечно ну не как говорится постоянно не употреблял раз попробую я видел как эти люди живут которую наркотики употребляют не хотелось таким же как они становиться неопрятные грязные постоянно проблемы со здоровьем них с деньгами проблемы долги начинаются быть всякие разные и дома закладывают и машины свои и все что вы есть и золото и телефоны я видел это и понимал что бром это не кончится и не надо мне все это первый раз это было наверное зима помню было в районе индустриального района я поехал первые вот эти наркотики взял руки и ведь ночью же их разложил ну через дня два мне уже деньги перечислили за них вот страшно было конечно еще с ней был баран такой как сейчас помню сейчас часто вспоминаю об этом думаю того не стоило столько лет потерять с февраля 2018 по сентябрь получается феврале мы уже начали как бы этим заниматься марте мы уже были в разработке госнорек контроля сентябре нас уже поймали то есть за нами уже следили стали где мы живем знали наши номера телефонов все данные с кем встречались куда ходили с кем все 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 знаю но не доказательств собирали все контрольные закупки были три штуки они хотели найти всю группу то есть мы же не один человек раз много было они всю группу собрали когда нас поймали то мы шли по городу справа вдвоем около кооперативных гаражов нас остановила машина служебная все нас сразу схватили ниже не спрашивали ничего не передвеляли некие документы что кто что скрутили посадили машину нас отвезли нас домой дома я уже понял что что это оперативные сотрудники что там было и следственная если следователь было и адвокат мы уже было понятые были все были домой с обыском к нам зашли получается нашли наркотики мы признали вину с братом что это да это наше все ну запросил прокурор 10 лет лишения свободы всем каждому то есть и четверых отдали всем по семь лет изначале мы не хотели вести в республику хакасию как-то место в алтайском крае не было был вариант остаться в лю номер один по собственному желанию то есть ты пишешь бумагу что ты хочешь прочти лечение в лечебно-испределительном учреждении я написал заявление в итоге меня перенаправили не в хаверску хакасию а в барнаул у нас на 9 заводской проезд в лечебно-испределительное учреждение но и по собственному желанию то поехал прошел курс лечения морально очень тяжело было потому что я приехал мне было всего 19 лет молодой вы никто ничего особо это не объясняет а там участь в лю это сидят все то есть и кто первый раз бывал кто не первый раз и то 10 раз то могут заехать и все вы они все в одном в одном отряде все сидят все это видишь что-то слышишь и как бы страшного вода первое время люди все разные и все ладно когда себя первый раз сидят и понимаешь что они могли ошибиться а там уже такие кто живут они сидят если мы гости они уже там живут для них-то дом я дождался пока выйдет мой начальник отряда был в отпуске ну все объяснил говорю так вот так подходит у меня вот можно перевестись мне в исправительный центр мы попозже подойдешь но попозже потом подошел все документы собираем еще суд назначили не начальник отряда потом приходит говорит все-то суд прошел все без замечания у тебя до постановление мне почитал его что направляет сюда вот в этот центр но сейчас уже как бы привык я даже уже порой даже не вспоминаю что где-то там был да конечно проще телефоном раньше-то это было надо было хотеть заявление подписывай сейчас достал с кармана позвонил захотел привет 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 с днем рождения тема счастья здоровья тебе спасибо большое не знаю может сегодня если успею зайду давай мы любите что ты рыбки у тебя ну вы сейчас давай скроем с луком не соленый вроде просто соленый подъем 6 отбой в 10 ну ничего запретного нельзя хранить там не ножей такого ничего не отверток такого здесь намного сейчас легче стало тут как бы и домой может чаще ходить и родных видеть и работа и оплачивается на лучше сейчас чем в колонии ленте картошка уже сварилась на дом я повар горячего цеха повар мясного цеха вы там и тут со двоих вообще это завод кожи бы едва при само припятие называются алтайская особая то есть единство хотел стать или поваром или в мчс пойти в мчс у меня уже не получится пойти только повар остался получается буду дальше по профессии работать быстрее освободиться наверно охота ну и на работу другую строится что больше опыта получить потом переехать в какой-нибудь другой город побольше не больше возможностей и кто меньше тебя там знают уже уже не знаю что ты сидел там что такое шоком из чистого листа начать но у меня много как вариантов сейчас есть могут помочь мне в геленджик переехать жить или горно алтай ну корон алтай туристический туристическая база сейчас строится чем ресторан будет гостиницы туда будет требоваться в геленджика ищу бы не узнавал ну обыскали возьму там есть тоже ресторан кафе мама мама сказала что она в нас огорчилась что-то получилось ну-ка ты я косо новость люблю как бы какие вы не были бы все совершают ошибки вы меня тоже ошибку совершили свой день большую одну ну-ка одна вот там хватит все осознать а